Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Эти слова царь-страстотерпец Николай II засвидетельствовал своей жизнью и мученической смертью. Накануне в Санкт-Петербурге в храме спасания рукотворного образа в Зимнем дворце была совершена божественная литургия по случаю памятной даты вошедствия на престол в 1894 году императора Николая Александровича. Храм Зимнего дворца. Как и Эрмитаж является одним из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира, так и этот Дом Божий несет в себе культурно-историческую ценность. Это был храм, в котором молились все представители династии Романовых, начиная буквально с первых наших императриц, которые здесь. По указу Елизаветы Петровны был создан этот храм. Затем по указу Екатерины был освящен. Дважды первый раз он освящался во имя воскресения Христова. Затем спаса нелкотворного образа. Ну и потом все последующие наши императоры Романовы в этом храме бывали, молились, причащались. В этом храме венчались первые люди государства. Совершались панихиды, служились молебны. Для Ларисы Кривошей и многих ее знакомых это главный храм страны. Мы все чаем возрождение нашего Отечества в тех святых идеалах, в тех устремлении к святости, к особому формату русского человека, тем, кем он был, всепобеждающим, цельным. И этот храм именно отголосок той империи и надежды на будущее. О будущем и о прошлом молились в этот день все прихожане и священнослужители. Божественную литургию возглавил настоятель, протеерей Владимир Сорокин. А детско-юношеский хор во имя преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой украсил богослужение своим пением. По завершении литургии настоятель обратился ко всем молящимся с проповедью. Если для нас является приоритетом, самым важным Господь, Его пример, Его страдальческий подвиг, Его жизнь, то для нас является самым главным, самой главной основой для нашей жизни и самым главным путеводителем в Царство Небесное. Дай Бог, чтобы каждому из нас Господь посылал бы мудрость прежде всего, духовную крепость. А самое главное, как апостол Павел нам сегодня говорит, чтобы мы всегда радовались. Особую радость испытывали в этот день и все прихожане. Службы в этом храме проходят нечасто, четыре раза в год. И каждое богослужение – это благодать.